Унифай – это относительно молодой вид спорта. Он появился в середине 90-х и изначально назывался «Русский бой». Особую популярность универсальный бой получил среди представителей силовых структур и спецподразделений. Он объединяет в себе все виды ударных и борцовских техник, разрешены различного рода добивания, болевые и удушающие приемы. Все это придает состязаниям особую зрелищность. Прежде чем выйти в ринг, участник проходит специализированную полосу препятствий, которая включает бревно, рукоход, канат, метание ножа, стрельбу из пистолета и другие преграды. Соревнования по унифайту проводятся в двух форматах – лайт и классика. Основное различие – правила работы в ринге. В облегченной версии запрещены любые удары. Классической напротив, помимо борьбы, бьют в полный контакт. История унифайта в нашем городе началась в 2003 году. Тогда основной упор был сделан на армейский рукопашный бой. Несколько позже Федерация АРБ объединилась с рукопашным боем. Подготовленные в ее стенах успешные спортсмены выступали в том числе и по универсалке. В 2012 году, когда Саша Трескин у нас впервые стал победителем первенства мира по универсальному бою, мне предложили возглавить Федерацию универсального боя в Кемеровской области, так как в Кемеровской области про этот вид спорта никто не знал. С 2012 года эта Федерация начала существовать. Поскольку универсальный бой – комплексная дисциплина, особое требование предъявляется к тренировочному залу. Помимо матов, груш и мешков для отработки ударки, здесь необходимы сегменты полосы препятствий для более полноценной наработки техники в этом элементе единоборства. С появлением Федерации в Кузбассе прокопьевские бойцы обзавелись и своим залом. Располагался он в подвальном помещении Снежинки. С появлением в городе первых мировых чемпионов Александра Трескина, Антона Антонова, Кристины Алексеевой «Унифайт» обрел популярность среди прокопчан. И в 2018-м там же, в Снежинке, открывается еще один более современный зал. «Именно для универсального боя он подходит вполне очень хорошо, потому что у нас очень много борьбы, очень много бросков, то есть ребята не выскочат в другие стены, стена там полноценная, плотная, то есть они ее не сломают. Плюс также по длине, по своей он подходит, то что мы смогли здесь установить даже, так скажем, мини-полосу препятствий. У нас там есть сделана небольшая тренажерная комната, в ней находятся фишки, то есть мы их выставляем и бегаем в фишки, у нас здесь стоит рукоход, висят канаты, то есть и у нас уже мини-отработка той же полосы препятствий, которую первый раунд в универсальном бою мы спокойно можем отработать». Занимаясь в комфортных условиях, на смену прославленным чемпионам подрастает и новое поколение. Победителями и призеры первенств Европы и мира за последние два года стали Юрий Климчук, Ульяна Конзанчакова, Сергей Морозов, Дмитрий Прыкин, Светлана Кизякова. «У нас коллектив очень дружный, мы готовы друг за друга постоять, всегда друг к другу на соревнованиях кричим, всегда есть поддержка». «Поначалу была охота перейти в другой вид спорта, а потом приходили ребята, сполоченный коллектив получился, и новые друзья, новые цели, и больше шансов выйти на новый уровень уже. Планы в дальнейшем выступать в более крупных соревнованиях, выйти на более высокий уровень». Всего на данный момент секция универсального боя насчитывает более 100 человек. Возраст спортсменов от 6 лет. И с той динамикой, с какой развивается Унифайт в нашем городе, есть уверенность, чемпионов в Прокопьевске будет еще больше. Станислав Белоедов, Максим Самойленко, Новости Прокопьевска.